Вот что мы, американцы, хотим. Жечь резину. Мы любим выбивать всё дерьмо из машины. Я вообще не понимаю, о чём он. Это просто шум. Эта штука может затормозить даже на десятицентовике. Он затормозит на десятицентовике и ещё даст девять центов сдачи. Так мы говорим. Его в этой машине невозможно заткнуть. Так, он аккуратно поворачивает у домика старой Лидии, а потом спускает с привязи В-8, когда по кочкам летит к подстанции. Бьёт по тормозам, теперь девяносто-градусный поворот. Теперь по курсу полянки с овцами. Вот так. Вспышка энтузиазма и пересекает линию. Итак, вот наша доска. Давайте сначала посмотрим, куда бы приткнуть фокус. Так. Вот сюда. Да. Быстрее СТ-200. Вряд ли это сюрприз. Совсем нет. А теперь давайте посмотрим на Мустанг. Оу. И совсем никакой неловкости, да? Машина, которую предпочитаем мы с тобой и все американцы, намного медленнее европейского фокуса. Да. Ладно, давайте уже переходить к головоломке со звездой. Переходим! Итак, на этой неделе у нас в гостях не просто мой любимый пилот «Формул-1», но и ваш земляк. Самый болтливый пилот в мире автоспорта — мистер Фонтан. Дамы и господа, Кимми Райканен. Вот и он. О чем будем спрашивать? Абсолютно все равно, уверяю тебя, потому что связанного ответа все равно не получишь. С ним все нормально? Нет, нет, погоди-ка. О, нет. Неужели опять? Нет, боюсь, что он, дамы и господа, в буквальном смысле допился до смерти. Черт. Значит, он не придет? Ну, у него отказала печень, и сейчас он медленно остывает в ледяных сумерках арктической ночи. Так что нет. Да, ладно, проехали. Хотя нет, мне Кимми очень нравился, но я уже знаю, как мы убьем оставшееся время. Дело в том, что, если вы смотрите это в тот же день, когда выходит передача, то сегодня 23 декабря. До Рождества два дня. И если вы мужчина, то наверняка еще не купили подарки. Но не волнуйтесь, мы не дадим вам пропасть. Мы перелопатили весь интернет и все магазины, чтобы найти самые лучшие подарки. Они здесь, в нашей специальной гран-туровской пещере Санта-Клауса. Да. Мило смотрится, и вообще... Да. Начнем с этого потрясающего подноса, который идеально подходит для завтрака или для того, чтобы поставить на него ваш лэптоп. Мы можем показать, как это выглядит в жизни. Подождите. Я тут вижу парочку проблем. Да, я тоже. Что у нас есть еще? Причина, по которой я больше не играю в шахматы, кроется в том, что я устаю двигать фигуры по полю. Как я тебя понимаю? Пока королеву с места сдвинешь, вспотишь. Но теперь Феррари решила эту проблему, выпустив вот это. Облегченный шахматный набор из углепластикового волокна. Станет вашим за 1400 фунтов. За сколько? 1400. Вот что самое смешное. Берешь самую обычную вещь, пишешь на ней название машины, и она внезапно дорожает. Взять хотя бы этого медвежонка. Я в них разбираюсь. Он сшит из акрила и набит промышленным мусором. 2 фунта 75. Но, поскольку на нем маечка с надписью «Хонда», 10 фунтов. 10 фунтов. Да, но это же «Хонда-медведь». Мне нравится «Хонда-медведь» под елочкой. Люблю следить за его приключениями. А как насчет этой любовно сшитой наволочки «Я люблю Хендай»? Какая женщина прыгнет в постель к мужчине, у которого на наволочках написано это? А ладно, Хэмман, сейчас я покажу тебе какая. Тап, которая носит вот эти трусики. На которой спереди красуется легендарная Элантра. Эротично. Эротично.